Лето, жара, сезон отпусков, билетов на море нет, а те, что есть, стоят невероятно космических денег. Поэтому попробуй новый сервис по бронированию билетов. Хорошо было. Все, у кого может подорвать пуканы, наверное, на этом моменте уже ушли с видоса. Погнали. А теперь в узком кругу друзей мы продолжим просмотр моей очередной нестандартной идеи альтернативного путешествия на море. И для этого мне потребуется я, два кроссовых мотоцикла и всратый Леха. Зачем ты сказал, что я всратый? Это же не так. Которого вы уже так давно полюбили, с кем мы уже давно путешествуем и с кем мы так гармонично смотримся в общих трипах. На этих мотиках нельзя выезжать на дороги общего пользования. Их даже нельзя поставить на учет. Поэтому до моря мы поедем, минуя автомобильные магистрали и шоссе. Как минимум это говорит о ближайших 2000 километров сплошной тряске и дребезжания. Подпишись на мой канал Синдром Сметкина, ведь конец этого сезона я просто мечтаю отпраздновать с цифрой 200 тысяч подписчиков на канале. И ребят, еще раз прошу вас прощения за то, что мне пришлось разорвать цепочку выхода роликов про мое путешествие на электровелосипеде из Сочи до Владивостока. Если бы я этого не сделал, то в этом году больше не было бы вообще никаких других путешествий, считая и этого. Терпение, скоро она продолжится. Назовем это вторым сезоном. Но чтобы загладить свою вину и долгую работу монтажеров, давай так, оставь любой комментарий под этим видосом. И уже в следующем прямом эфире, который выйдет на моем канале, я при помощи рандомайзера разыграю комплект белья Термира и также их новую яркую футболку. И все это твоего размера. Ну что, хватит болтовни, давайте перейдем сразу к событиям. Давайте посмотрим, что и как у нас было, как нас это все сюда привело и немножко проговорим про рамки этого эксперимента и про то, как мы видим эту поездку. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ни я, ни Леха ни разу в жизни на кроссовом мотоцикле не сидели. На двоих у нас было ровно ноль опыта езды на эндуробайках. Максимальную помощь о том, как управлять этим мотиком, мы могли только вспомнив навыки GTA Vice City и легендарный мопед Sanchez. За городом, рядом с точкой выгрузки, почти случайно оказалась Лехина дача. И мы решили заехать туда за инструментами. Ведь у нас не было с собой вообще ничего. А крутить гайки в пути – полезный навык. Особенно от двух ребят, которые ничего в этом не понимают. Мы едем на очень легке. У нас с собой не то, что нет необходимого набора вещей. У нас с собой нет даже преднеобходимого набора вещей. В этом путешествии речь не идет про палатки. Тут даже речь не идет про ключи и сменные трусы. Мы с собой везем кошелек и паспорта. Ну, например, у меня еще с собой немного таблеток, шнуры, батарейки, толстовка и одни штаны. На мотике вообще некуда и нечего закрепить. Смотрим примерно вот в ту сторону и понимаем, что море где-то там, если верить навигатору. И мы просто едем туда. Финишной точки у нас пока что нет. Маршрут мы с Лехой обдумывали, не обдумывали. Разумеется, мы будем выезжать на шоссе и на трассы для того, чтобы заправиться, покушать и переночевать в отелях. Все остальное время мы будем ехать деревнями, проселочными дорогами, полями, реками, лесами, посадками. И я планирую, точнее мне бы хотелось, чтобы дневное расстояние не было меньше 200 километров. Чтобы не быть хотя бы медленнее велосипеда. А эти два потрясающие и мощные мотоцикла мне предоставили те же самые ребята, которые в том году дали мне погонять квадрик. Чтобы я засунул его в тачку и вместе с ним прокатился на самый север, а оттуда проехал до Дагестана через Эльбрус и вернулся домой в Москву. И так же, как и в тот раз, у нас с ними одинаковые условия, что если с мотоциклами что-либо случается, я несу за это полную ответственность и я обязан выплатить за любое повреждение. Но вы помните, чем это закончилось в прошлый раз. У нас в обоих между ног мотоциклы Шармакс Моторс Пауэр Макс 320. И это невероятно мощные мотоциклы, которые срываются с места, вырывают землю из-под себя и скидывают райдера. На мотике стоит легендарный, давно зарекомендовавший себя двигатель Зонг Шен с быстрым впрыском топлива. Байк на 280 кубов, мощностью 27 лошадей. Не менее легендарный, чем двигатель, на мотоцикле установлен карбюратор Nibbe Racing 34. Такой же карбюратор установлен на лучших эндуробайках в мире. Подвеску мотоцикла можно настроить под грязь, камни или песок. Также на байке установлен электростартер, его можно очень быстро завести с кнопки. И крайне немаловажный момент, то что на мотоцикле установлено жидкостное охлаждение. Помпа повышенной производительности не даст этому мотику закипеть даже в плюс 40. Рама из хромомолибденового сплава. Руль толстостенный из алюминия. Топливный бак на 6 литров. Обода из алюминия. Размер колес 21 и 18. Вход передней подвески 270 мм, вход задней 280 мм. Дорожный просвет 28 см. 4 такта и 1 цилиндр. Наверное, нам вон туда, куда тачка поехала, вон там мост. Слушай, а если нам попробовать построить маршрут? Велосипедный или вообще пешеходный? Поначалу мы с Лехой тыкаемся по всем дорогам и не понимаем вообще, что же мы сами для себя имели в виду, когда оставили такие странные рамки этого эксперимента. Что мы имели в виду под второстепенными дорогами? Что является шоссе? Что не является шоссе? Можем ли мы ехать по деревенским дорогам? Можем ли мы выезжать на небольшие городские дороги? А можем ли мы их пересекать поперек? А можем ли мы выезжать на них, чтобы подъехать к магазину? И как оказалось, у взрослых людей, которые живут в городе и привыкли пользоваться навигатором, все очень нехорошо с ориентированием. Знаете, оказалось совсем не так-то просто находиться в пространстве, повернуться пару раз влево, пару раз вправо и думать, что ты еще понимаешь направление, куда нужно ехать. Дома, на коленках, оговаривая рамки этой поездки, мы произносили такие слова, как полиция, закон, ДПС. И мы даже прикидывали, что будем делать в этих случаях. Но, кажется, оба из нас надеялись, что этой встречи никогда не состоится. Ну да, ни один из нас даже и предположить не мог, что первая встреча состоится уже через полтора часа. Там мигалки. Нам, по сути, нужно переехать в скат, то есть нам ехать надо в ту сторону. Если там стоят полицейские, которых мы объехать справа не можем, ну где-то, значит, ломать голову, объехать их слева. Если мы сейчас выйдем обратно в ту деревню, то там все улицы уходят только туда, 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 туда. Хотя вот есть какой-то мост, здесь тоже есть дорожка. Ну, можно сделать охереть какой сумасшедший огромный крюк, но мы таким образом выезжаем чуть-чуть перед скатом. Упираемся вот в это же шоссе, но и оказываемся только по направлению в ту сторону. И выскочить на дорогу побольше. Давай. И по этой дороге побольше мы уходим немножко в сторону платки. Разворачиваемся назад, прячемся в кустах, открываем навигатор и смотрим пути, как можно выбраться хотя бы отсюда, чтобы потом уже поехать куда-то по направлению к морю. Что-то по очереди начинаем психовать, не можем найти правильный путь. Все дороги заканчиваются какими-то тупиками, какими-то светофорами, огромными шоссе. И знаешь, в голове складывается такое устойчивое ощущение, что ты попал в какой-то лабиринт, из которого ну просто нет выхода. Градостроение и прилегающие деревни похожи на какой-то спиральный лабиринт. Убираем навигатор, снова достаем навигатор. Как слепые котята пробуемся тыкаться в каждую дырку в надежде, что мы куда-то можем выехать. Ведь посмотри вперед, вон сколько пространства, вон какая огромная широкая улица. По ней же точно можно куда-нибудь приехать. Смотри, какие поля. Но не поверите, ребят, какими бы бескрайними ни казались просторы, ты всегда доезжаешь до какой-то стенки. В 95% случаев дорога чем-то заканчивается. Тропинка просто перестает быть тропинкой и превращается в заросший лес. Поле становится болотом, лес переходит в стену, деревня заканчивается рекой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Надо вслепую прорываться туда, к дороге. Но здесь как бы есть дорога вот туда левее, но ее не существует. Она на карте есть. И она метров через сто должна кончиться. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здесь мокро! Назад! Мы в болоте! Это то, о чем я и говорил, что можно влететь в болото, которого кажется, что нет. Иногда, когда едешь куда-нибудь на поезде или машины и осматриваешься по сторонам, смотришь влево, вправо, то видишь посреди полей, лесов, болото. Иногда эти болота очевидны, а иногда совсем нет. И вот прям перед самим стартом этого путешествия я стал задумываться, а что если мы будем лететь по какому-то очередному полю, и не заметив того, уже давным-давно будем по втулке в воде? Как заранее распознать то, что ты можешь влететь в огромную лужу? Давай, поехали! Что, с первым боевым крещением? Я думал, что это будет где-нибудь там день на пятой езды такая шняга. Вообще, я думал, что мы настолько даже мотики не заговняем. Ну что, мы в холостую сюда съездили. Вот он, Газпром, вот до него 50 метров, в который мы заезжали. А, ну да. Просто здесь посмотри, сколько деревень, чтобы их объехать, а их не объехать, потому что они все вокруг Москвы облепили. Ну, чтоб ты понял, мы проехали максимум километров пять. Я знаю, да. От места, где нас высадил грузовик. Ха-ха-ха. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что делать будем? Впереди ГАИ. Я вижу. Ну, в теории можно поедем, что сам проехать направо. Хер знает, как далеко, охереть как много. До какой-то деревни. Там, по идее, дальше такая же вырубка есть налево. А в какой момент мы поймем, что эта идея полная? Ха-ха. Не знаю. Идея, в смысле, объехать полицейских или ехать на море? Объехать на море, на эндуро. Ха-ха. Не знаю. В момент, как мы доехали до твоей дачи. Ха-ха. Я на 189 рублей влился. Мы просто не знаем, как покажется смотреть бензин. Но мы видим в пластиковом баке, где он плавает, его границу. Но нам показалось, что она просто ушла до нулей. И поэтому заехали заправиться. Пробег 70 километров. И мы испугались, что полный бак закончился. Сколько? 380 рублей? И я залился на 190. Это он прям четко по 190. Я думаю, давай в тенек, подождем, постоим, немножечко охеряем от жизни. Все-таки надо много чего обсудить. Начало бы наше обсуждение с того, что если смотреть трезво, по-моему, у нас ничего не получится. Что делать каждый раз в случае полицейских? Сейчас нам ради них придется давать крюк, типа через Чехов. Ладно, а чем нам страшны полицейские? А если вот на уверенных щах пролетаем мимо них? Они же ведь не видят сначала, что за мотик ели. На обочине? В смысле, внизу где-то? Они просто включают мигалки, догоняют и ставят бутылку литровую и говорят, садись. Так, ладно, хорошо. Но чем мы, сука, чем мы хуже или опаснее мопеда? Я по этой дороге ездил на велосипеде, я по этой дороге ездил на мопеде. Мы ничем не опаснее, по сути-то. Мы даже безопаснее. Но у нас нет, ну, в моем случае нету категории А на мотоцикл. Как бы ты еще как-то можешь свинтить. Хотя у нас нет документов на мотике. И флешка у тебя села. Короче, мы даем мотикам немножечко отдохнуть. К нам давно подкралось желание пить. Это все, что у нас пока осталось. А на этой заправке нет в магазинах. Давно подкралось желание поесть. Время сейчас полшестого. В принципе, в принципе, с одной стороны, можно не гневить Бога и быть довольным этим днем. Потому что, ну, как бы он неплохой. В этот день от нас требовалось просто выехать. И просто посмотреть, насколько это возможно или нет. Но у нас через 50 километров мост через Аку. Мы не сможем сегодня заночевать где-то и уснуть, зная, что нам завтра предстоит его переезжать. Потому что это первое из сложных мест, по которому у нас нету плана. Желание, на самом деле, сейчас просто в ужасе запереться в отельчик. Сидеть там и думать, боже, боже, мы тронулись и уже хорошо. Пожалуйста, все, отстаньте все от нас. Да не будем мы выпускать этот ролик. Я обещаю, я больше никогда никуда не поеду на мотоцикле. Блин, должно было быть все прикольно. Но оно, кажется, есть прикольно. Просто, просто жопа уже умерла. А вот этот вот байк-контроль, блин, по кочкам. Но, блин, слетаешь с мотика, пока летишь, выкручиваешь газуль. Еще больше слетаешь с мотика. Мне надо провести стрим. Стрим это на час-полтора. Пока мы его закончим, все, мы уже никуда не тронемся. В ночи ехать? В ночи ехать за лупа. Либо мы сейчас пересекаем мост через Аку. За ним сразу... Наглую прям. Наглую? Ну, я спрашиваю. Ты старший, ты решай. Вот так я переложил все, ответственность на тебя. Если мы сегодня проедем сотку, это первый день. Это день, в котором мы не помним, где что находится. День, в котором мы одевались, переодевались. Это день, в котором мы все раскладывали по рюкзаку. Это день, в котором мы только в 11 заказали себе такси из Москвы. Короче, здесь мы решили объехать историю вот так вот. Мы проедем по дороге до места пересечения с железкой. На железке как-то попробуем выскочить вот на эту второстепенную совсем маленькую дорожку. По ней едем, едем, едем. Доезжаем до какого-то города. Выскакиваем на полудорогу. И с нее выскакиваем где-то вот здесь вот на тоже второстепенную микродорогу. И ломаем голову, что уже делать вот с местом, вот с этим вот. О, Лех, смотри, а что это? Это строящийся мост. Гоним на все бабки. Вдруг нет пролета? Интересно, а его надо перелетать? Рот, коресох. Очень пить хочется. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Т.Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Народное изображение. Хорошее изображение. Во всяком случае визу будет, что случилось. Чтоб не грелся. Чьи они? Корейские? Китайские. Кроссовые. По полям поездить. По скорости сколько? Как вы сгоняете? 100. Да, да. Был один, считайте, Гаиса. А раньше были в Урале. А у них они форсированы. И вот они в ранее. А вот дальше сюда они были. У нас 8. Что-то Леха где-то сзади отстал. У нас на этом случае есть с собой рация. Леха, прием, прием. Ты что там? Выключено, включено у тебя? Причем мне кажется, что я его вижу. Он просто стоит. Причем почему-то ко мне с топорями. Ну типа экран не разбит. У нас сейчас впереди будет отрезок, который, кажется, невозможно проехать где-то стороной. Это мост через Аку. И мы проедем сейчас по мосту. И насколько нам обоим не изменяет память, вот тут вот сразу практически стоит пост ГАИ. Смотри, если мы будем ехать и нас будут видеть ДПСники, мы едем со светом. То есть мы уже в их глазах как обычные мотоциклы. Ну то есть здесь передняя фара нам играет на руку. И мы будем ехать в ряду со всеми машинами. И у нас будет гореть фара. Ну, наверное, они что-то только поймут, когда мы проедем мимо них. Надеюсь, там уже будет не до того, чтобы типа, эй, ребята, стойте, сейчас мы вас поймаем. Это мой тайный план. По новому плану мы будем пытаться доехать сегодня до Тулы. Хотя сколько раз я не ездил на машине на Черное море. Тула всегда где-то оставалась прям сильно в другой стороне. Что-то она прям как будто вообще не по пути. Но мы сейчас к ней удобно уходим диагональю. И завтра от Тулы удобно уходим другой диагональю, кажется, на Ефремов. Если мы сегодня докатим до Тулы, а это еще почти 100 км, то, блин, на сегодня пробег получится 150. А это даже в таком вялотекущем говнорежиме всего лишь на полтинник меньше моих ожиданий. По-моему, шикарно. Ну да, наш план был именно такой. На серьезных щах выкатить на автомагистрали, вдвоем занять целый ряд, чтобы издалека мы казались полноценной машиной. Ну или вдруг сотрудник ДПС будет смотреть на нас и думать, О, ну ребята, наверное, совсем смелые, но это точно не на кроссовых байках. Даже не буду тратить на них время, по-любому это едут солидные серьезные мотоциклисты. Ну точно по этой трассе не едут каких-то два пацана на Черное море. На шоссе без зеркал мы чувствовали себя вообще неуютно. Каждый раз перестраивались на удачу и надеялись мы на то, что водители видят, что у нас нет зеркал и немножко снисходительно к нам относятся. Что делаем? Ну, едем на серьезных щах в этом ряду. Может, соседи? И вот он, тот самый долгожданный ссыкотливый момент. Слева пост ГАИ, справа сотрудник ДПС. Ну, надеюсь, что моя схема будет рабочей. Ну, знаешь, все прошло достаточно неплохо. Мы ехали не оборачиваясь назад и прислушивались, не включилась ли сзади нас сирена. Справа нас был тот самый строящийся мост, который мы увидели на навигаторе. Ни проехать по нему не получилось бы, ни даже перелететь. Валера, спасибо тебе огромное за мото-шмот. Нет, ребята, это никакая не реклама, просто у канала есть друг. Чувак, который одевает меня в мотоэкипировку уже не первую поездку. Он не просит от меня ничего взамен и не просит меня даже рассказывать о нем. Но мой долг отплатить ему тем, что у меня есть. И это не деньги. Ребят, не впадлы, если что, чекните магаз. Моим друзьям там всегда сделают хорошую скидку. Спасибо за его! Точно! Давай, давай, давай! Сцепу нажала! Еее! Брошенная сцепа помогла! Лёха, тебе вон там смотри! Я так и хочу! Там по не так глубоко! Ты можешь вон там просто спуститься в канаву и здесь заехать! Сука! Ты прям так хотел? Так, главное не вниз! Все время что-то под коленкой, а я это достаю, то есть я прям, ну типа вот так выщипываю, как будто, знаешь, как будто там такая Т-образная заноза, и она почему-то все время опять там же! Я ее опять прям чувствую, даже как через джинсы я ее достаю, и чувствую, как она падает вниз! Но приползает обратно вверх и втыкается сзади колено! Клещит! Очень необычные дела у Дмитрия! Забронировали только что гостишку, одна из самых первых при въезде в Тулу, и до нее всего 19 километров! Знаешь, что самое интересное? Это моя первая гостиница, моего первого путешествия из Москвы до Крыма на велике, прикинь! А, я понял, да, вижу! Она, кстати, была неплохая, я ее узнал причем вот по той церкви, я помню охеревший пришел просто туда в первый день езды, и я сидел там на лавке, и я просто проклинал всю жизнь! Я все хренею, если я в этом номере и был! Сейчас паку у кого-то! Ага! Кажется, он слишком много крутится! Что? Шип норм! Мне кажется, что говном пахнет! Да, от тебя! Не, серьезно! Откуда у нас появились продукты? Почему мы этого не сняли? Вам их привез извозчик, который везет вас все время! Все, давайте с покиноки! Увидимся на завтраке через пару секунд! Это не ладонь! Мне нужна твоя куртка и мотоцикл! Ха-ха-ха-ха! достаточно сильно забились руки и плечи и прям вообще дважды на удивление офигительно забились ноги причем забились ноги с той стороны с которой на велосипеде не забиваются у тебя что сосиска яйца едет какая шутка ребят я пока в таком шоковом восторге вы не представляете насколько сегодня мы с кайфом проснулись вы не представляете насколько мы сегодня вообще несмотря на время просто сидели в кафе то есть я в один момент понял что мы слегка уже просто начинаем тупить мы уже поели у нас уже пустые тарелки уже просто сидим ну листаем телефон причем посмотрели маршрут уже занимались просто какими-то левыми делами я смотрю за окно офигенная погода и вот у меня ощущение знаешь реально как будто мне 13 лет я у бабушки в деревне и я завтракаю чем-то очень вкусным что приготовила бабушка и жду когда в окно вот это вот раздастся звук соседского парня приятеля он такой диман выходи то есть было такое ощущение что еще свыла на улицу вспрыгну на мотик и как будто бы в детстве на велосипеде просто вот с удочкой умчусь на речку да я в детстве постоянно рыбачила мы каждый день ходили на рыбалку и сегодняшний день блин даже не понимаю как передать вот эту вот феерию того насколько я сейчас хочу вкатить насколько мне сейчас хочется завести мотоцикл и насколько мне хочется вот это вот ощущение там тебя обдувает ветер и это не просто езда да это не просто классическое там мото путешествие как мы с лёхой на мопедах обычно катаемся а это такой вот сейчас вот лазить искать какие-то тропинки блин это дает неизвестность абсолютно каждого дня то есть мы сейчас просто не понимаем чего ждать как выехать из тулы учитывая что мы как оказывается чуть ли не в центре города пока что мы строим маршрут города ефремов мы построили через две точки которые должны быть максимально по лайтове вывести нас из города а а а Субтитры создавал DimaTorzok Хорошая погода и мне не хочется ехать просто на мойтике, которую я вчера угандошил, просто пока сбрызнула у него заднюю часть Дима решил заехать на мойку, чтобы отмыть свой вчера изглазанный байк Блин, ну теперь не стрёмно прям даже по городам показываться, о, хорош! О, прикиньте, что я забыл вчера сделать Мы пока еще не совсем понимали, как проезжать большие города, такие, например, как Тула Они нам крайне необходимы, как минимум кушать и закупать еду, а как максимум, хотя бы чтобы был выбор среди бюджетных отелей И если въезжали в город мы по темноте, то вот выезжать нам приходится засветло А это уже абсолютно другая история Утром движения гораздо насыщеннее, а полицейские больше отдохнувшие Бен скапает Нам в целом надо вниз уходить Ну да, вон на ту дорогу А я все снимаю А я надеюсь тоже Ты нет Вроде В смысле я не снимал, я же там пикал кнопку, я же все это время ехал с камерой Ну ты снял и хорошо Блин, как я так не снял, а? Леха так грохнулся эпично, причем я в этот момент смотрел на него Из минусов, похоже, что внизу река И трава просто окутывает ноги Мы просто проехали гаишников Я подумал, что вдруг, если они сейчас за нами сорвутся Нам нужно быть где-нибудь не на дороге Ну вот я так же подумал Ручка ушла вниз Прям неудобно Ну как так? Почему я? Как так можно было неаккуратно навернуться? Еще и ручка ушла вниз Ну это как бы исправимо Тут вот надо один этот открутить Второй открутить И с этой стороны И будет все Лех, ты тут? Прием, прием А вот Дима Да, да, слышу Ну тогда мы все сделаем Я подчинился Нет, пока что нет Еще ключи В рюкзаке Они просто где-то глубоко живут Ну тут, в принципе, дорога нормальная Куда-то она ведет Ехать можно, кажется Ну окей, тогда Сейчас сделаю быстренько ручку И буду к тебе выдвигаться Давай, я тогда тебя здесь жду Не буду назад возвращаться Все, заветный ключик найден Было бы еще идеально Если бы это оказался нужный ключик Ну, вообще идеально У нас вот здесь в одном месте Надолго появляется Какая-то шикарная дорога Параллельное шоссе Ой, как красиво Что, она грязью просто забилась? Она просто не возвращается, да? Да Ну, значит, сам возвращай назад Я думаю, как-то странно Она идет вот так вот туда-сюда-туда Ну, я думаю, сейчас найдем Рассоберемся И вот здесь нас ожидает вот эта река и мост Там впереди река Ее можно здесь через деревню объехать Поехали 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 То есть ты еще раз упал? Да И самое обидное, что за секунду до этого батарейка села Да ладно На мосту Ну, это типа надо все выставлять обратно А нет тормоза почему? Его, ну, и провода перебились Или просто ручка зажимается? Ну, все, видишь Оно никак не реагирует То есть, как я понимаю У тебя теперь мотик, который все время газует Ручка не возвращается, да, сама? И без переднего тормоза Да, без переднего тормоза Вот это, сука, комбо Так, то есть, получается, ты такой едешь где-нибудь в городе Стоишь в пробке То есть, ты такой должен ручку, получается, все время вернуть назад сам И нет возможности притормаживать Слушай, ну, я, например, на переднем тормозе еду процентов 80 времени Да, я тоже Ножной тормоз, он, ну, типа, дико неудобный Особенно там по пробочкам проползать Мы увидели, что у Лехи при падении кое-что согнулось А ты думаешь, это причина Да Чего? Ну, как минимум того, что Ого О, б***ь, неплохо Неплохо, нормально По договору, интересно, это будет считаться естественным износом? Смотри, сейчас нужно будет уйти куда-то правее Дорога где-то сейчас поможет нам переехать реку Но там где-то появится тогда железка И где-то нам либо мотики через железку нужно будет перетащить Либо по железке проехать назад до станции Но опять же, хер пойми, что там за станция А вот на этом отрезке нашего путешествия в нас максимально разблокировался дух авантюризма Впереди нас ждала огромная часть суши, где мы должны были двигаться в случайном порядке С одной стороны мы упирались в реку, с другой стороны мы упирались в железную дорогу И непонятно, кто из них глубже, а кто из них шире Проблема, что железка как-то высоковата Давай направо уйдем Давай Ну ладно, нам туда тогда попробуем А попытка поехать в каждую из сторон равнялась нескольким десятков километров Несколько раз у нас за это путешествие с Лехой случались яркие моменты ликования Когда мы выбирались из какого-то географического тупика И я как сейчас помню именно этот момент Он был первый Я не знаю, какая связь, я не знаю, в чем закономерность Но бывали трудности, из которых ты выбираешься, относишься к ним как к должному А бывали трудности, может быть, даже и чуть слабее Но ты выбираешься из них, оборачиваешься друг на друга И твоя рука резво летит в воздух, чтобы отвесить громкую, смачную пятюлю Мы сейчас были на грани, да? Это была даже не грань, я даже не знаю, что могло быть хуже Короче, мы только что едем, и нас слева обгоняют сотрудники ДПС Мы до этого просчитывали все ситуации, как вести себя в подобных случаях Типа, что вообще делать? Если мы видим их впереди, мы там объезжаем, либо едем на свой страх и риск Как вчера мы на мосту увидели пост, и такие, а ладно, поехали, просто затешимся в левый ряд Или как сегодня при выезде из Тула, мы тоже проехали мимо поста, потому что они были слева Думали, ну блин, вдруг обойдется А сейчас мы едем просто рядом с дорогой по обочине, и сзади нас обгоняет ДПС То есть все, ну казалось бы, мы спалены по полной, потому что у нас сзади нет номеров Мы явно на кроссовых мотиках Ну, прям гарантированно, что у нас все не по правилам Почему они проехали дальше прямо, я не знаю Заехали в тенек, мне уже надо охладиться, прям все уже, что-то это Вроде едешь быстро на ходу, не перегреваешься А по состоянию ног ты понимаешь, что они уже кипят Именно от солнца, мотики прям уже все начали плавать обороты То есть я помню по скутеру, по своим старым мотикам То есть все, когда уже перегрев, ты газуешь, ну то есть все Неправильно себя ведет, то есть чувствую, что не то Хотя мы прям чуть-чуть не доехали до заправки Где-то рядом АЗСК, я хотел там отдохнуть А сколько километров проехали? 90 Слушай, ну логично, что у нас, да, что у меня мод начал чехлить из-за бензина Вполне возможно, что как раз у него где пробег сотка и есть, не больше Пустовай поближе, иначе от меня не дотянется Залили на 630 рублей на двоих По 6 с лишним литров бензо закончился прям вот прям тютельку в тютельку Поэтому у меня были знакомые симптомы, что когда ты такой выкручиваешь газ, такой А ничего не происходит, а потом такой уже в низах ручки такой Сейчас мы хотим здесь немножечко передохнуть, потому что мы сегодня проехали В принципе, половину минимальной программы Мы сегодня поедем до города Елец В принципе, это минимальная программа, которая нас абсолютно устраивает Сделать еще нужно приблизительно столько же Что, я за водой сгоняю? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Нихера себе! Раздеваемся и пляшем Блин, вот это прям уже приключение становится таким, знаешь, типа, вау, ехали в поле, нашли заброшенную церковь Смотрите, что делает Алексей Какая необычная фотография Отличается от моей Дай посмотреть, дай сравнить А, у вас айфон не научился, да, нормально, типа, вертеть фотку сразу? Нет Нормально, хорошо Ё-моё Да серьёзно, что ли? Это невероятно Ты прикинь, сколько вообще кирпича было сюда потрачено И слева свежая церковь стоит И справа свежая церковь стоит Интересно, как в эпоху просто десятки, когда сотни церквей строятся Это всё только в одной Москве Как могли такую монументальную вообще постройку просто оставить? Ну, я не знаю, конечно, какая здесь история, что здесь случилось Может быть, посёлок маленький и прибыли не приносит Но всё же, как, как можно посмотреть просто толщину стены? Я столько кирпича не видел даже на кирпичном заводе, по-моему Пипец вообще Вы посмотрите, какой высоты колокольни Как даже эпично смотрится эта перемычка А вот здесь В алтарном зале, получается, да, там алтарь же Сохранились фрески Посмотрите, какой толщины шпатлёвка Я просто в ахере сейчас, ребята, в ахере, в тотальнейшем И, как ни странно, нет вот этих, знаешь, суперследов вандализма Типа куть говна Ну да, на стенах есть какие-то надписи Там здесь был кто-то, здесь был тата Реально, это прям самая настоящая заброшка с историей Прекрасное место Мы едем дальше угадывать дороги, которые ведут отсюда А жара не отступает У нас в обоих поддельное чувство, что мы ещё сыты Хотя мы не ели с утра А с утра мы ели просто вообще гулькин хер И явно упадок сил из-за этого А упадок сил есть Нет желания ноги помочить? Есть, погнали Блин, ну я хотя бы вот жопой сел бы на эти камушки Хотя бы ноги постудил бы немного Куда лучше смотреть? На воду или на недвижущуюся поверхность? Странно, два дня А мы ещё друг друга не ненавидим Не, ну обычно это день на какой? На пятый случается, наверное Нет, это будет уже к седьмому Мы пока не можем понять, куда ехать У нас здесь на выбор две дороги А в навигаторе отмечена одна Вот эта как бы более прямая А вот эта левее Наверное, здесь отмечена та, что левее Левее Впереди полицейские Вон та белая машина Это полицейские Они едут или стоят? Едут Ну мы их почти догнали Но нам 2,6 километра до заправки Ну типа мы в Ефремове Мы доехали Заправка по-любому Потому что мы проехали 70 А после заправки до Ельца Останется тоже 70 То есть это опять такие же два прохвата На заправке мы хотели минут 15 Ну 10 минут остыть С данного момента у нас остается час-полтора до стрима То есть мы еще до стрима 20-ку, наверное, продолбим У нас, ну типа супер формат Если нас менты за жопу не схватят Ну типа мы до хера успеваем И похоже, что мы в Ельце рано окажемся Даже с учетом стрима Что-то это прям меньше, чем предполагалось 340 на двоих В городе Ефремов мы построили маршрут Максимально тропинками И какими-то задними-задними-задними дорогами И будем ехать стараться как-то в объезд М4 Здесь где-то мы будем уходить на железную дорогу Как-то нам нужно будет миновать Елец Из-за того, что мы пока еще не ели Нам очень и очень хреново Все прям, желудок уже просто прилип Но из-за жары самое странное Какую бы я сейчас себе не представил бы еду Вот прям сочный, смачный бургер, кусок пиццы Прикиньте, прям вот не возникает желания его съесть никак Время пол шестого Где-то пол седьмого я планирую провести стрим И будем подстраиваться так Чтобы стрим был там, где будет место еды Ну где-то километров через 40 Чтобы после стрима осталось до Екатериновки что-то типа полтинника Потому что очень, знаешь, не захочется покушать Провести стрим И потом понять, что осталось там еще 70 Все-таки 70 это для нашего формата ощутимая цифра Впереди полицейские и они с мотоциклистами Нам налево тогда Смотри, едем вот сюда до Стрельцов Здесь уходим вот сюда У железки, надеемся, что это переезд или переход Испугавшись полицейских и в попытках их объехать Мы трижды влуплялись в галимые тупики Я не знаю, за что больше винить себя За то, что не доверился своей интуиции И не поехал с первого раза туда, куда предлагал Или злиться на свои страхи То, что в одном из тупиков мы не попробовали на мотиках Пересечь болото Либо влететь в крутой подъем Каждая из неверных дорог отняла у нас примерно по полчаса Ладно, хрен с ним со временем Но они оказывались еще такими тяжелыми Я уже не говорю про то, что мы сейчас теряли самое драгоценное время Жара спадала, солнышко садилось И не так долго оставалось до темноты И ребята, вы даже не представляете состояние моей правой ноги Той, что всю дорогу ближе оказывалась к солнцу Она была цвета жареного мяса Да и по ощущениям она была примерно как, я думаю, жареное мясо Этой ногой мне больно было ощущать не только прикосновение шипастых растений Но и даже то, как мясцо трясется на кочках Падать сюда не хотелось бы Если это лужа единственная, то можно пронести на руках Не, Лех, отбой! Отбой! А там дальше залупа! И дальше нету сбоку тропинки А там мы можем повязнуть Ну из плюсов то, что есть еще один больший крюк Но из минусов то, что То, что мы сейчас проехали Я повторно Не хочу вообще ни при каком раскладе делать Совсем? Вообще совсем Ну типа Очень сложная дорога была Не на нашем голоде Ну либо искать где-то слева пологое место для подъема И типа по диагонали реально вдвоем каждый мод запирать Тут везде болото Ты видел, что мы ехали прям в 40 сантиметрах от воды? Ну здесь только вдоль железки Вот тут вот переходим А тут непонятно что Слушай, а может быть это подземный переход? Да Я вот уже думаю Может быть железка по верху идет Ну что, в какой момент мы понимаем, что этот план тоже А там все? Ну, можешь посмотреть Пройди пешком ты в одежде У меня просто все ноги все обдолбаны Об эту траву, об крапиву Я все просто всадил уже Какое-то раскопанное поле И это, похоже, не самый лучший вариант Нам опять возвращаться назад Надо было ехать Стрельцы, как сказал Дима изначально Тем порадует Я бы хотел сказать, что есть Новость плохая и хорошая Есть только плохие Дорога идет Но там настолько перекопанное поле Что мы не переедем И как я и первый раз предлагал На Стрельцах поворачиваем направо Примерно час назад Чего ты ржешь? А ты не видишь тачку ДПС в заправке? Я встал только, чтобы они меня не видели Я тоже встал, чтобы они меня не видели Но этот фургон отъехал За которым я прятался Туда есть, по идее, хорошая гравийка Но как минимум до следующей заправки А как максимум? Ну хочешь, как максимум Можешь приехать в жопу ментам Вот Ух ты! там впереди нас ждет этот, знаешь, технологический переезд через шоссе. Поехали наверно? Ну да, нам не впервой возвращаться. Конечно, размотало нас тотально это желание объехать полицейских и потом все равно влет на других. Мы на это потратили около часа, но из 90 километров до города Екатериновка осталось 60. Уже прям все, тремор просто уже не дает рулить нормально. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Короче, новости. В Екатериновке то, куда мы ехали, где был один-единственный отель, его больше нет. У нас, ну, оставалось идеально 60 километров. Ну, типа, мы не можем сейчас влететь в залупу из-за того, что просто отели взяли. У нас время еще топить и топить. Ну, мы еще можем ехать. У нас есть настроение, чтобы ехать. Мы не можем сейчас тормозить в Ельце. Ну, окей, даже если мы тормозим в Ельце, это все равно будет на чуть-чуть перевыполнение минимального плана. Мы стартуем. Я провел стрим. Спасибо всем за донатики. Спасибо всем за интересные проявленные вопросы. У нас тут некоторые новости подъехали. Нам сказали только что местные жители, что в городке, поселке Яркино всегда гарантированно стоят ДПС. Сейчас будем думать, как это все дело объехать, как им не попасться, где с обочины уходить в сторону лесов и полей. Говорят, что они там прям жесткие и всегда. Пенс капает. Судя по тому, что я вижу счет 2-1. Яркино проезжаем аккуратнее. Максимально аккуратно. Не палимся. Просто валяемся. Слушай, ну, похоже, гайцов нету. А еще мы один момент упустили. Мы без заправки-то не доедем до отеля. Либо мы приедем настолько сухие, что завтра не успеем залиться. Ну, давай сейчас что-то искать. Ну, да, считай, что нашли. Через 30 километров. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Поздравляю с завершением очередного непростого дня. Я думал, мы на последнем поле размотаемся нахер. А ты не видел, как я чуть не упал? По разметке вот так вот делают заднее колесо. Да-да-да, тебя просто кидает. Нет, он типа вот так может разные плоскости. Да-да-да. В этом все и дело. Не прыгайте, подрайте кровать, ладно? Договорились. Что-то же мизинчиком коснулся. 2% на GoPro. Обзор номера. Это кондей. А туалета у нас в номере нет. И душа, это все на этаже. Розетка одна нормальная. Вон там, где легка не подсоединяется. И одна околокондейная. Мы повесили сушить две наши защиты. Из них сорганизовали полочку, на которой я сложил два банка. И сейчас будет сохнуть все остальное. Обувь наша уже давно превратилась в химоружие. Под кондеем сохнут наши две джерсии, которые уже начинают корябать наше тело. Раз кровать, два кровать, три кровать. Вон там окно, которое не открывается. И сейчас бежим по очереди в туалет с душем, который вообще весь этот деревянный, прекрасный, вкусно пахнущий, но маленький отель. Так, видите, человек, который мизинчиком ударился. Сидите, шли, захотите плачет. Ты посмотри. Один, два, три. Идеальный, просто идеальный. Черный, спрятанный, замаскированный орудий убийства. Чисто пытка. Ты смотри, она сейчас нападет на твои пятки. Тебе кажется, что она далеко. Она будет здоров, как рядом. Вот так вот я уже хожу, чтобы не задеть. Она все равно. Ты сейчас чуть... Я прям слышал... Касание было. Да, касание. Слышал пробитие. На этом месте, в этом замечательном номере подходит к концу первая серия нашего путешествия. Это поездка. Это очень странно. Это, наверное, самая странная поездка из того, что я делал, не считая самоката механического до Минска, не считая путешествия на БМХ до Казани. Ну, идем пока что по графику. Мы сегодня сделали на полтинник больше, чем минимальное расстояние, но и на полтинник меньше, чем максимальное расстояние, но максимальное как будто бы... В принципе, это недоступные цифры, типа делать по 300 в день. Ехать по полям вообще непростая затея, особенно когда утыкаешься в тупики. Мы с Лехой сегодня думали, на чем же можно сэкономить время, а где же можно что сделать быстрее. Но так как поездка наполовину носит такой чилово-прогулочный, расслабленный формат, то если везде воровать у себя там по 3, по 5, по 10 минут на еде, на завтраках, на пробуждении, на заправках, на остывании техники, то, блин, это уже превратится все просто в сплошную гонку. Ехать по темноте сегодня это была жопа. То есть, в принципе, мы могли сегодня 20-ку не доехать и остаться в городе Елец, но очень хотелось сделать 250 по итогу. Я чуть не разложился по ночной езде. Я разложился слегка до ночной езды. Эмоции пока вполне ожидаемые. То есть, вот этот детский восторг от езды на мотоцикле, купание на речках, нахождение разных заброшек, это, блин, просто восторг. Ох, ребят, я даже не знаю, с чего начать. Эта поездка наполнила меня какими-то забытыми эмоциями, забытыми чувствами из детства. Начнем с того, что страх перед вот этими сложностями. Получится вообще что-то или нет? А едет ли эта зубастая резина вообще по асфальту или не едет? А вдруг у него отстрелит помпа? А вдруг у него перегреется двигатель? Мотоцикл, который создан для того, чтобы в воздухе находиться больше, чем на земле, должен проехать полноценный дальняк, который боятся ездить некоторые даже владельцы круизеров. Потом этот страх сменился на какой-то восторг. Знаешь, когда мы поняли то, что хоть что-то у нас уже начинает получаться, когда мы поняли, как он немножечко вообще выруливает, как он ведет себя на кочках, буксует, не буксует, вылетает ли у него грязь из-под колес или нет, как он тормозит, как он разгоняется. И вот тут уже началась настоящая пацанская игра. Проблемы и физик у нас начали постепенно оставаться сзади, и впереди мы видели только заросший травой маршрут. То ли полагаться на навигатор, то ли на свое какое-то чутье, то ли просто ехать в ту сторону, откуда пахнуть югом, начинает все более насыщенно. Короче, ребят, с самого первого дня этого путешествия я в полном восторге. Блин, мотоцикл, который по цене слегка дороже, чем сейчас стоят велосипеды, дает такой офигенный багаж восторга. И плюс ко всему, его можно отхватить еще дешевле, если указать промокод, который я оставил для тебя в описании. Там же, кстати, и ссылка, где можно посмотреть этот мотоцикл. Я надеюсь, вам понравился видос, надеюсь, вы засмотрите его до дыр, надеюсь, вы досмотрели до этого места. Это значит, что вы сделали мне офигеть, какое огромное удержание. Это значит, что ты сделал самую огромную работу для того, чтобы этот ролик зашел и чтобы его увидели как можно больше зрителей. А если вы увидите как можно больше зрителей, то ребята, которые дали мне этот мотоцикл и в прошлом году квадроцикл, значит, они, наверное, не поскупятся и дадут мне еще какую-нибудь технику. И поверь, техника будет такая, которая будет только повышать план моих путешествий. До встречи во второй части этого путешествия. И, ребят, чтобы не потеряться, давайте переходим в Телеграм и переходим в ВКонтакте. До встречи уже совсем скоро. Нормально было? Да. Дальше что там? Что это? А что, я больше всего сожалею? Что он оказался в моем рюкзаке до начала поездки, оказался только сейчас. Сразу, может быть, показывать? Угу. Что это? А это то, о чем я больше... Еще раз. Почему? Он не сфокусировался. Что это? Ну, пускай такое. Что это? Типа крупном. Вот так он целиком влезает? А лицо мое видно сбоку в Росфокусе? Да. О чем я больше всего сожалею, что не взял с собой в эту поездку... Маш, диктуй, диктуй, что там написано? Боли и страдания? Нет, это очень весело. Боли и страдания? Весело. Это уже другое предложение, да? Да. А, ты мне по одному диктуй. А. В жаркие дни на жар... На жарких озерах. А почему они делают прям так в Сарату, да? Угу. И это солнцезащитный стик для лица. Для лица? Угу. Для лица. Да, давай. Вот так типа потом... Угу. Да, да, да. И это солнцезащитный стик. Нет, повернись вот так. Прям резко. Я понял, что резко. Подходит для всех типов. Всех типов. Удобен как туристу, так и городскому любителю арахисового... Городскому любителю арахисового рафа, да? Удобен как туристу. Вау, тут еще видок. Давай. Стик обеспечивает мягкое бархатистое. Матое бархатистое покрытие. Стик обеспечивает матовое... Он препятствует чему? Образованию пигментации и фотостарению. Он препятствует... Нет. Он препятствует... Пигментация? образование в описании у меня лежит ссылка для заказа чего заказ и все да и там же найдешь в описании в описании у меня лежит руку оставлять в описании у меня лежит в описании у меня лежит ссылка для заказа а там же ты найдешь скидку промокод на скидку промокод со скидкой в описании в описании в описании в описании у меня лежит ссылка для заказа а там же ты найдешь промокод со скидкой С какой? А какой? 15%. Это не сказала. Сказала. 15%. Я склею потом. В описании у меня лежит... В описании ты найдешь ссылку для заказа, а там же там лежит... Четвертая минута пошла. Ну хорошо. Тратим пленку. Чаще теряю айфоны, чтобы память у них росла при покупке нового. Ха-ха-ха, юморист. В описании... Подожди. В описании у меня лежит ссылка для заказа, а также... В описании у меня лежит ссылка для заказа, а там же ты найдешь...